Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что-то у меня не получается Вот такие войска бросили Представляете, такие войска В ковечках бросили на бою Тренированных немецких парашютников У которых шмайсеры автоматы Да Мы побыли там что-то около Два-три часа Потом дали команду обратно Обратно машину И вернули обратно Винтовки остались Я с этой винтовки пришел домой И самое интересное Что ни папа Ни мама Не задавали вопрос Сынок, что ты за винтовкой И почему ты Настолько они были уверены Что если я с винтовкой Значит так и должно быть Папа сам был Воевал в Первой мировой войне Он воевал Брусилов У Брусилова Брусиловский знаменитый Брусиловский прорыв Да Как Армия Брусилова Расскажите пожалуйста Вот о сороковом годе в Латвии О гимназии Как ваши ученики Реагировали на то Что Россия Латвия стала советской По сути Что изменилась Социальная структура строя То есть это стал Советский союз Не буржуазная Латвия А уже вот вы А советская республика С соответствующими законами Наш отмойер Папа потерял работу Поскольку Мельницу Национизировали Национизировали И Пока никому не передали Отец был без работы Он устроился рабочий Потребсоюз Потребобщество Рабочий Грузчиков Если так говорили Грузчиков Денег стало меньше Или меньше Да Дальше В отношении В отношении К гимназистам Гимназии В Латвии Стоило денег Надо было платить 120 лат В год Это много? Это много Сколько заработал Рабочий В месяц? Я вам сейчас Вот папа Сколько в месяц заработал? Мой папа Когда работал на Мельнице Он не получал зарплату Крестьяне За то, что налогили Зерно Они платили Часть Хозяину И часть Его Поскольку Он специалистом По лукомолии Ну и удар Ну в среднем Отец В среднем Ну и сейчас Для меня Это очень трудно Ответить Но возьмем Среднюю цену Приблизительно 80 лат В месяц А сколько стоило Буханка хлеба? Сливочное масло Стоило 2 лата Килограмм Вот это Такая характера А килограмм мяса Килограмм Мяса Стоило Наверное Около 3 лата Около 3 лата Сейчас Лат Тоже латы Один лат Это 2 доллара В настоящее время Это самая дорогая Валюта в Европе Дороже Чем Евро Дороже Чем Фунт Стерлингов Лат Сейчас Вас помогут Гимназии Хорошо усилили Теперь так Насчет гимназии Поскольку Гимназии Было платное Надо было платить За учебу 120 латов в год За кормление За завтраки Тоже надо было платить За тетради И книги И книги Самому Поэтому в гимназии Могли учиться Только Составители Более-менее Средники Бедные дети Не могли учиться Насколько Это Это большие расходы И наверное В вашем классе Евреев Уже не было Нет В нашем классе Было Три Евреев Я Почему Я мог Учиться В гимназии Потому что Я летом Работал Грузчиком Мало того Землекопом Мало того Я еще Я был Очень хорошей Математикой У меня И сейчас Сохранился У меня Сплошные пятерки Били по математике Физике При этом Мне денежки Били Отец Эти деньги Не забирал Я мог Смело Уплатить За учебу И за книги И за тетради Я Землекопом Зарабатывал В среднем В день Четыре Лада Это Значит За 25 Рабочих дней В месяц Сто лад Я зарабатывал Больше Чем отец То есть Вы могли Оплатить Года Погучим Да Я мог Оплатить Я помогал Скажем Своими деньгами Кое-что Покупать Продукты Так что Основной Контингент В гимназии В отношении Латышской А в основном Латыши А они знали Что вы Из еврейской Семьи Конечно Но Не ругали Еврейская Рожа Латышская Я закончил Четыре класса Еврейской Школе Итиши Четыре класса Откуда я знаю Читать Писать Перед гимназией Нет До гимназии До гимназии Я закончил Еврейской Четыре класса Но всего Было шесть Классов И мне мама Посоветовала Если ты Сенок Захочешь Продолжать Повышать Своё Образование Переходи В латышскую Школу Не в гимназию В основную Школу Я после Четвертого Класса Еврейской Школы Перешел Латышской И было тяжело Наверное Было тяжело Граматику Особенно тяжело Так что я В гимназии Поступил Уже После окончания Латышской Основной Школы Шестилетка А в латышскую Школу Вы поступили В пятый Класс Да А братья и сестры У вас были Братья и сестры Были Нет, сестры Не были Два брата Старший Старший брат Он 15-го года рождения Кстати, тоже воевал Добрый день В латышской дивизии Дольше, чем я Против немцев Против немцев Конечно Латышская дивизия Получила гвардейский Гвардейский Знамя На северо-западном фронте По совету Жукова Это была Самая Лучшая Дивизия Северо-западного фронта Латыши Очень хорошие Маяки А как Как Когда вы оказались В этой дивизии Вы Да, ну, это я должен Рассказать Да, мы закончим Про гимназию Вначале Значит, вот Я хочу рассказать Что Да, ваш вопрос Как латышские Гимназисты Относились К оккупации Латвии Поскольку Их родители Не были Бедными Их кулаков В понятии Советских Понятий Кулаков А ростов И веселали Значит Большинство Ребят Поскольку Они были Сельские Уже Могли Относиться К оккупации Латвии Отрицательно Были Некоторые Некоторые Гимназисты У кого Родители Работали На заводе У нас был Сахарный Завод Кросплес Был Сахарный Завод И на этом Сахарном Заводе Работали Значительная Часть Родителей Вот Моих Ну Из гимназии С которой У меня уже Сахарный Завод Не закрыли Не закрыли Но тут же Зарплата Стала Меньше Цены На продукты Повесились Сразу Как только Стало Советские Латвии Цены Поднялись Появились Очереди Мои родители Понятия не имели Что такое Очередь Я тоже не знал Что такое Очередь Но когда я Первый раз Пошел за мясом Мама просила И когда я Подхожу И Там человек Десять Стоят Около Магазина Я Встал Последний Очередь Говорят Мальчики Тебе придется Долго ждать А почему Я хочу Зайти в магазин Ставим Ставим Очередь Сразу Это Вы понимаете Вот мой ответ На ваш вопрос Как гимназисты Латвичи У вас В основном Латвичи Как они Отношились Советские Советские Там же Наверное Чьи родители Пострадали От НКВД Особенно Убагатые Люди Дальше Латвичи Латвичи Ликвидировали Как таковы Офицеров Часть Демобализовали Часть Остались Кстати Латвичи Дивизии Советские Дивизии Где я Был Было Довольно Значительное Количество Офицеров Бывшего Буржуазной Латвичской Армии Они воевали На вот этом Они воевали Уже Советские Латвичские Дивизии Против немцев Конечно И храбро Воевали Очень храбро Воевали Вот Я вам ответил Как латвичские Ребята Могли Отнестись К латвичской Омкупации Они уже Потом Ваше Ополчение Не вступали Эти ребята Я думаю В него Вступали Только Бедные Евреи Но самое страшное Что получилось Когда Началась Война Я потом Случайно Узнал Что такое Было Не только В Латвии Это было В Литве И в Эстонии Тоже Когда Пришлось Отступать Вот Так Из НКВД Поступила Команда Всех Арестованных Которые Которые Находятся Независимо Какое Как Независимо Такой информации Как Независимо Наверняка Отправился Первые дни Начала Войны Пешком Отправился К Своим Родителям Которые Жили В другом Городе Виасейта Соро Соро Километром От Еггинс И Когда Он Стал Подходить К Своему Городу На Встречу Ему Подошли Два Офицера Вооруженных А не Офицеры Солдаты Немецкие Солдаты Уже Город Было Куплено И Потребовали От него На немецком Языке Чтобы Он Предвел Документы Вот Немецкие Язык Не изучали Я не могу Хвастаться Что я знаю